Здравствуйте! Сегодня мы беседуем с начальником отдела охраны здоровья мэрии города Магадана Ольгой Владимировной Корчинской. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, какими темпами сейчас идет вакцинация от гриппа? Давайте напомним, что у нас где-то с конца августа началась на территории города и области вакцинация против гриппа. Используется наша российская вакцина, СОВИ-грипп называется. План вакцинации у нас по городу Магадану составлял в рамках национального календаря профилактических прививок 37234 человека. По состоянию на 10 октября, то есть на вчерашний день привито чуть больше 30 тысяч жителей города Магадана. Фактически это составляет 80% выполнения от плана. По области темпы несколько лучше, там проценту 83% от плана иммунизации уже на сегодня привито людей. Что хотелось бы сказать? Ну, планы, если вы помните, мы с вами говорили, что вот из этих 37 тысяч, 14 тысяч – это детки, там чуть больше, и 23 тысячи с небольшим составляют это количество жителей взрослых города, которые должны были иммунизироваться и будут иммунизироваться против гриппа в этот предэпидемический сезон. Темпы иммунизации детей и взрослых несколько разнятся. Вот если я сказала, что 80 – это общий показатель темпов иммунизации на сегодня, то взрослые на 76% пока привиты от плана, а детки, соответственно, больше 80% от плана. Ну, тем не менее, у нас еще есть время проводить прививки. Мы уже говорили о том, что массовая плановая иммунизация, прививочная кампания, она проводится до 15 октября, но она продлена до 1 ноября в связи с тем, что, учитывая особенности нашего региона, еще не все вернулись с отпусков. Учитывая то, что, может быть, у кого-то был временный медицинский отвод от прививочки против гриппа, и он уже закончился, поэтому срок продлен. Ну и, конечно, большая надежда всегда остается на то, что лица, которые по каким-то причинам не хотели прививаться, они образумились, можно так сказать, и хотят уже сейчас получить прививочку. Поэтому время удлинено. Не забываем соблюдать респираторный этикет. Вирус гриппа передается воздушно-капельным путем. Естественно, люди чихают, кашляют, насморк потом присоединяется. Надо использовать одноразовые платки, которые потом утилизируются. И не забывать руки обрабатывать или мыть почаще, или дезинфицирующими салфеточками. Значит, уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на территории города и области, он ниже пороговых значений. То есть мы находимся в благополучной эпидситуации. Случаи заболевания гриппом не регистрировались. И поэтому сейчас самое время продолжать иммунизацию. Напомню, что для выбора выработки иммунитета нужно от двух до трех недель. Сколько штаммов содержит вакцина и какие новые? По рекомендации Всемирной организации здравоохранения, еще в марте месяца этого года состоялось совещание Европейского бюро ВОЗовского, где было заявлено, что на наше полушарие придут штаммы гриппа, несколько отличающиеся от предыдущего эпидсезона. Это изменение штамма вируса гриппа H3N2 и некоторая модификация штамма гриппа B. С учетом этого, уже в вакцину, которой мы на сегодня с вами прививаемся, с марта месяца уже ученые работали над этим вопросом. И вот эти штаммы вируса новые, они уже внесены в эту вакцину, которой мы прививаемся. Если кто-то внимательный из лиц, которые прививаются, они могут обратить внимание, что на коробочке, на упаковке вот этой вакцины Сови Грипп, там как раз стоит для эпидсезона 2018-2019 года. Штамм вируса содержит 4, под штаммы, скажем так, вакцина против вируса содержит 4 штамма. Как раз именно те, которые и прошлый год циркулировали в Мичиган, помним об этом, и сейчас новые, это H3N2 и гриппа B. Новые штаммы входят в состав. То есть можно прививаться, это, еще раз повторяю, по рекомендации ВОЗ, это те штаммы именно, которые рекомендованы. В этом году минимальный процент привитых должен быть 45%. В прошлом году он был меньше, и еще в прошлые годы тоже были меньше. Почему постоянно повышают этот процент? Да, вы совершенно правильно заметили по постановлению главного государственного санитарного врача Российской Федерации. На этот год для того, чтобы обеспечить эпидемическое благополучие как отдельно субъекта, муниципалитета, субъекта, а также и всей страны в целом, рекомендовано привить не меньше 45% населения от гриппа. В прошлый год была рекомендация 40%, а до этого 30%. Как показали уровни заболеваемости и эпидемического неблагополучия в предыдущие годы, 30-40% все же это недостаточный уровень для того, чтобы снизить подъем заболеваемости, его длительность, а самое главное, чтобы уменьшить экономические потери от случаев заболевания гриппом. Что будет, если человек не поставит прививку от гриппа? Давайте напомним о том, что прививка – это единственный метод специфической профилактики гриппа. Еще раз повторяю, гриппа не всех острых респираторных вирусных инфекций, потому что прививка от гриппа не защитит вас от других острых респираторных вирусных инфекций, которых циркулирует более 200. Но если человек непривитой заболеет гриппом, опасны же осложнения от гриппа, которые дают реакцию на нервную систему, на легочную систему, на сердечно-сосудистую систему и на выделительную, то есть могут пострадать почки. И вот осложнения от действия вируса гриппа, если человек непривит, они вот как раз вплоть до летального исхода могут быть, к сожалению. И они наиболее опасны, вот эти осложнения, для самой такой незащищенной категории человечества, я бы сказала, это маленькие ребятишки, это люди пожилого возраста и лица, которые страдают какими-то хроническими заболеваниями. Поэтому в рамках национального календаря профилактических прививок вот как раз эти контингенты, они и должны прививаться в первую очередь, чтобы были защищены от действия вируса гриппа. Но если по каким-то причинам человек не смог привиться, вот есть же и противопоказания от прививок против гриппа, мы с вами знаем, что это реакция на куриный белок, подтвержденная не со слов, а подтвержденная, естественно, специалистами, то есть медицинскими работниками с документом. Это обострение какого-то хронического заболевания у человека, в этот период не надо прививаться, надо дождаться, когда ремиссия наступит. Но это может быть какое-то острое состояние заболевания, вот человек резко заболел острым, тем же ОРВИ, конечно, в этот период не надо прививаться, но при нормализации его состояния надо получить прививочку против гриппа. Так вот, если человек не смог своевременно привиться, и вдруг началась эпидемия, ну ему придется применять меры неспецифической профилактики против гриппа. Да, они не дадут защиту вам от осложнений против гриппа, но они постараются помочь людям, ну, предотвратить заражение. Ну, я в трех словах напомню, что это такое. Ну, это, во-первых, надо не забывать одеваться по сезону, надо не забывать режим проветривания соблюдать, да, надо не забывать закаливающие процедуры, но их не надо резко принимать, этот человек должен всю жизнь постепенно этим заниматься. Это активное занятие на свежем воздухе, по мере, естественно, возможностей температуры. Надо не забывать принимать определенные поливитамины и другие средства растительного происхождения, которые поднимают защитные силы организма, иммунную систему нашу приводят в норму, ее несколько активируют. Ну, для нашей территории брусника нами всеми любимая, рябина, шиповник, там, черная смородина. Конечно, рекомендуется больше, есть такие литературные данные, для поднятия иммунной системы человека, который живет в определенном регионе, конечно, применять те ягоды, которые произрастают в этом регионе. Почему я и сказала о бруснике, рябине и других вот ягодах, которые у нас есть. Ну, естественно, если вдруг человек заболеет, то только обращаться за медицинской помощью, никакого самолечения, это не то заболевание, которое можно вылечить самостоятельно, а уж осложнение тем более, не специалист не вылечит, потому что там применяются другие препараты, не те, которые мы противовирусные применяем. Но, с другой стороны, с профилактической целью по рекомендации медицинским работникам мы можем и противовирусные препараты применять. А их сейчас многообразие в аптечной сети, они в доступности и на любой, так сказать, размер кошелька. Спасибо большое вам за беседу. Напомню, мы беседовали с начальником отдела охраны здоровья мэрией Магадана Ольгой Владимировной Корчинской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова